Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих. Так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 13 июля. День 12 апостолов. Назван в честь собора святых славных и всехвальных 12 апостолов, ведь они ближайшие ученики Христа и очевидцы его жизни. История жизни и деяний апостолов описана в Евангелии, а также в книге «Деяния святых апостолов». Учениками Христа стали Петр, его брат Андрей, Иоанн Богослов, его брат Иаков, Филипп, Матфей, его брат Иаков, Алфеев, Варфоломей, Фома, Симон Канаид, Фаддей и Иуда Искариот. Затем Иуду заменил Матфей. С сегодняшнего дня погода становится особенно сухой и жаркой. Раньше был распространен обычай красить сегодня яйца, как и на Пасху. Также готовили различные блюда из яиц. Ели яичницу с ветчиной, зеленым луком, сыром, хлебом. Даже была яичница с селедкой. Приметы. Звезды мерцают ночью, а утром небо затягивается тучами, полдень ожидая сильную грозу. Ну, так я. Я тоже пробую. С имбирем. С имбирем. Да. Значит, что говорю первое. Во-первых, мне нравится консистенция. Во. Раз. Это правда. Во-вторых, мне нравится, что отсутствует резкий запах морской капусты с йодом. Мне это тоже нравится. Здесь очень важно соблюдать пропорцию. Если слишком много будет капусты. Вот это мое. Без имбиря. Да, без имбиря. Очень. Имбиря можно поменьше. Можно поменьше, да? Поменьше. Ну-ка. Я бы даже, наверное, добавила бы чуть-чуть побольше этой морской капусты, чтобы добавить соли. Чтобы остались. Чтобы чуть-чуть, да. И вот тут у нас получается, что мы делаем хлебное блюдо вкусно. Да. Вот эти я. Тот компонент, как морскую капусту, которую мы не любим и не едим, здесь желательно больше добавить. Я, знаете, что скажу? Угу. Про вот эти соломкой. Они тоже прекрасны. Они просто другие. Да. У них плюс в том, что хруст приятный. То есть, понятно, вроде бы, что это как горячая закуска, но при этом есть свежесть благодаря вот этому правильному хрусту. Ну, здесь как раз идет нанутка надувы. Надо жевать. Да, жевать надо. Поэтому у нас уже зубки укрепляются. Далее, чем мы больше жуем, чем больше уделяется желудочно-кишечного строка, улучшается у нас пищеварение. Нет? Вот. И, естественно, хорошая профилактика запора. Если мы жуем более тщательно, то у нас различные там рыбочно-кишечные заболевания выпрохны. Вот. А у меня такое интересное, он у меня более сочный получается. У вас более сочный получается. Получился более сочный. Ну-ка. У меня более сочный, как-то у меня более приятный на вкус. Каждый остался по-своим. 11-е лунные сутки. Они носят такое название день Икадаши, первый день Икадаши. В лунном цикле бывают разные по энергетике сутки. И эти наиболее мощные из всех. В организме человека они активизируют первоначальную жизненную силу. Йоли ее называют кундалини. Эту энергию важно направлять на укрепление и обновление организма. Для того, чтобы ей ничего не мешало работать, рекомендуется полностью удержаться от принятия пищи. Если вы сегодня затеяли какое-то дело, то обязательно доведите его до конца. Физическая нагрузка должна быть обычной, а то и чуть меньше. Эмоционально будьте спокойны и не общайтесь с теми людьми, которые вас растражают. И еще одна важная рекомендация. Сегодня ничего не режьте ножом, даже хлеба. 12-е лунные сутки. Энергетика этих лунных суток активизирует сознание человека от чувства милосердия и сострадания. Сутки имеют свой символ – сердце, который повсеместно связывают с милосердием и состраданием. Считается, что если в этот день не оказывать милосердия и сострадания, то можно самому этого лишиться. Сегодня противопоказано проявлять злобу и ненависть. Не следует отчаиваться и плакать. Наоборот, молитесь, просите, меняйтесь, становитесь иной личностью. Сегодня не следует перенапрягаться. Наоборот, ограничьтесь с пешеходными прогулками, с любимым человеком. Питание сегодня жидкое, свежевыжатые соки, отвары трав, фруктовые компоты. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо-Про. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok